Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного события дня первое послание святого апостола петра 4 глава 7 стих впрочем близок всему конец за 20 22 сентября 16 года про этого человека сведения кому надо затормозит посмотрит прочитает увидит что у нас есть что у нас есть но Вот так. Я взял 25 видеороликов, но это малая часть того, что сегодня публикуется. Какое состояние народа, то как можно не видеть? Сегодня небольшое выступление, слово патриарха Кирилла тут покажу. Кто это? Это кроты, черви и поганые насекомые, радующиеся тому, что тело умерло и гниет. Это митрополит Антоний Хараповицкий говорит. Патриарх Кирилл запретил игуменам украшать жезлы ювелирными побрякушками. Заголовок. Москва. 22 сентября. ТАСС. Патриарх Московский в Сиарусе Кирилл запретил наместникам и настоятелям монастырей иметь дорогие жезлы и призвал заказать взамен простые деревянные посохи. Простые деревянные, ну апостолы же шли, когда ели пасхальный агнес, у всех были посохи-то. Нет выделить знак власти, как у немецких фельдмаршалов, обязательно у него должен быть жезл. Идет все время с жезлом, как епископ. Об этом он сказал на собрании игумена в игумене в Москве в честь тысячелетия русского присутствия на святой горе Афон, Греции. Каждому игумену выдается жезл, как символ духовной власти. Тут кавычки надо поставить. Я был инициатором того, чтобы игумены и игумени получили жезлы. Но мне в голову не пришло даже, что игумены и игумени наши эти жезлы превратят в патриаршие жезлы. Богато украсят, крест поставят. Я не благословляю такие жезлы. Я не благословляю такие жезлы. То есть, вот духовное состояние патриарх Кирилл. А обращаясь к более чем четырем стам наместникам и настоятелям монастырей, собравшимся в храме Христа Спасителя, он заявил, у вас должен быть простой игуменский жезл. Представьте, разговаривают как с какими-то маленькими покосниками. Что они делают? Ни на благовестие, нигде нет. У вас должен быть простой игуменский жезл без всяких украшений, без всяких ювелирных побрякушек и без креста. Это символы хереского служения. Поэтому, когда вы приедете сейчас к себе домой, первое, что вы сделаете, это закажете себе простые деревянные посохи, как у нашего Никиты Колесникова. Никита Андреевич, он пасет, у него жезл. Подчеркнул предстоятель Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Ну, это не просто так. Я даже поставлю здесь сейчас МП, чтобы не подумали, что это. Тут такое дело. Вот так. С фабрикушками. Знак власти. И больше ничего нет. Разделение произошло на католицизм, православие. Знак власти. Кто кому подчиняется. У мусульман, шииты и сунни. То есть, за чего? Знак власти. От кого все эти имамы идут? И везде, куда ни глянь. Перевороты, революция. Знак власти. А 14 глава пророка Исаии, 28 книга пророка Исаии. О чем? О власти. Сяду в сонми богов, как бог, выдавая себя за бога. Второй эфир сонмикистом, вторая глава и 12 глава Откровения. Все об одном и том же власть. От кого? От дьявола. А вы, кто хочет быть слугой всем, очень даже простой знак, служение ближнему, жезл, и вот украшают. А клобуки что означают? Да, это знак власти, это патриарху уже не истребить никогда. 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 Ну какой знак власти был у Христа, когда он ходил? Знак власти. Меня зовут Александр из Казахстана. Я верующий христианин. В одном из видео с Вячеславом вы сказали, что в лагере все верующие. Вопрос стоит. В лагере, то есть в лагере Стане и дети. Как вы определили? Ну и спасибо за ответ. Ну как определить? Когда набираем, мы разговариваем. Как определить? Какая у него вера? Мне не дано это определять. Бог определяет. Но ребенок должен сказать, чтобы я на это мог сослаться. Бывает, родители, мы верующие, а вот он совсем не верит. Я его не возьму. Он должен летом отдохнуть, сил набраться, а не то, что делать, что ему не нравится. А если, говорит, в воскресную школу ходит, зачем же он ходит? Молится, я говорю, ну перекрестись, покажи. Что-то бывает, спрошу. Совсем, чтобы были неверующие, вот она привозила, он душу не верит. Ну разговора не было, он таким не был. Тут уже обнаружилось. Ну все, последний раз. Категорически запрещено приезжать. Там Майборода или кто-то с Казахстана был Паша. С сестрой Валентиной, с бабушкой приезжал. Так я узнаю. С его слов. Мне просто интересно ваш взгляд. Я с добрыми мыслями не хочу укорять вас. С добрыми мыслями. Вот видишь как. Я и не подумал, даже не хочу укорить или осудить. Редко просматриваю ролики. Вашу позицию о Духе Святом. О Духе Святом это два вопроса. А рождение свыше должно быть. И водительство Духом Божиим. Вот два вопроса главные. Спасение души человека через веру по благодати. Еще раз спасибо и надеюсь за ваш ответ. Благословения вам и здоровья. На наш сайт заходите. Сайт во свете Библии. И там 4124 ответа на вопросы. Там показано, как мы верим. Там мои книги. Все это можно увидеть. Ну и показать свои ресурсы, где мы работаем. Что тут у нас? Вот опера выбрал. Ну как я ее выбрал? Вот она вышла. Опера. А что она опера тут? Вот моя страница. Покажу и сейчас. Даже не знал, что это. Опера так выскочит. Немножко. Вот она как выглядит. Новые люди приходят, смотрят. И люблю я. Это мой мир. Очень хорошая система. Легко общаться. И вот 18 тысяч фотографий по плейлистам. Прямо сразу открываются. И все же здесь у меня видео 3531. И тоже легко все искать. И людей поиск. И переписывать. Ну хороший. Хороший. Тут уже ничего не скажешь. А что здесь у них? А, вот оно что. Это она перенесла сюда. Что-то у меня сегодня не открывается форум. Может откроется, показать. Вот оно. Форум. Ну не открывается. Бывает утром там, может что-то делают, ремонт какой-то. Нету. Не открывается. Ну большой форум. У вас в свете Библии Игнатий Лапкин. Откройте там. Ну и это. Ну и наш видеоканал. Большой. Пять с половиной тысяч видеороликов. Вот сегодня поставил. Молитесь о Дворкине. Да сгинут на веки плоды его злодейской деятельности. Одиннадцать минут назад. Восемь просмотров. Девять роликов выставил сегодня. Мы много снимаем. Все как есть. И вот во свете Библии. Вот во свете Библии. Тут даже я спрашиваю, было ли такое, где чтобы гимн посвящали с исполнением, с музыкой и поется профессионально Владимир Мачалин. Вот здесь вопрос и ответ. И гимн. Пятьдесят книг примерно аудио здесь. Фильмы у нас, книги. Ну проповеди. Вот проповеди ткнуть. Сейчас откроется. Что 1136 проповедей в храме Барнаула Потеряевки. 1136. Да их тысячи проповедей было. 3000 примерно не вошло. 123 занятия. Стихотворение. Стихотворение 3467. Мы уже заранее договорились. У нас там и лестница оставалась. Деревья, которые мешают проводам. Вчера около 8 деревьев все-таки свалили мы. Точно лестницу ставили. Володя Лес. Мы держали. Ой, так опасно. Кое-как. Веревку дали, чтобы высоко привязать. И ветер дул в сторону, помогая нам. Мы скорее крону он давит и помогает. Ну а веревку я тянул альпинистская. Крепкая веревка-то. Ну и деревья-то уже хотя убрали. А сучки-то тут. Ну вплотную где надо пруду мне идти. Чтобы свалить-то не на провода. Ну я упал. Когда тянул дерево пошло. Я маленько метнулся в сторону. Чтобы не на меня упало-то. И оказался между большими сущими. И небо голубое надо мной. Я решил не вставать. Посмотрю на это. Как Володя Монговена прибежал. Где-то. Никита не шевернулся там. А прибежал. Что? Упали, убились. И очень внимательный. Вот стоит. Мы спилили. Давили. Ну а потом Никита уже полез на деревьях. Где можно сучки пилить. Там пилил он. Хорошо лазит по деревьям. Знает. И последнее дерево. Тянуть надо было дерево. Чтобы вдоль проводов положить. Не поперек. И он залез на дерево. На большой сук. И оттуда тянул. Вот вчера мы тут мусор вывезли. Вывезли. На тележке на своей вручную. И оказалось дом-то 13 лет стоял. От калашников. А тут. Видать приходили. Знакомые. С других деревень. Когда люди спят. Овечек воровали. Находили. Овечек. Сколько своровали. Там 20-30. Никто не знает. Но тут они шиковали. В этом доме. Курили. И куча шприцов. Шприцы. Ну а для чего шприцы-то? Ну не от комаров же они отбивались-то. Ну вот это все. Всю эту мерзость вывезли. На тележке вчера загрузили. И повезли. Все на себе тащим. Вот что старай тут подправить надо тоже. Вот нам говорят люди напуганные. И напрасно мы это колотимся, бьемся. Дети. Никто детей больше не отдаст. Ну а как знать? Отдаст не отдаст. Откуда я знаю? Я делал. Я делал. А они были недостойные. Никто. Это в священном писании. В Библии. Я для вас все Господь сделал. И небо, и землю. А вы недостойны были. Не прославили Бога. За это ответите. Я делаю все возможное, чтобы дети могли отдохнуть. Чтобы с детьми занимались. Будет не будет. Обычное гонение как раз побуждает к большей трезвенности, ревности. Влоть до героических поступков. Так говорит Житие Святых. Ну и дело и показывает. Дети уже просятся. Уже сейчас. И родители. Так что Бог его знает. Сколько будет, чего. Я об этом никогда не думаю. От нас не зависит. Мы начинаем с нуля. Начинаем объявление давать, вешать. Теперь объявление. Это приглашение даем знать. Лагеря нету. Он полностью ликвидирован. Полностью. Ну как будто заглохло. Нигде ничего нету. Но не знаем, что дальше будет. А раз не знаем, значит не знаем. Как Бог даст. Надеемся на Бога. И время-то идет к тому, что 10 октября. Думаю выехать в Барнауг. Погода хорошая будет. Никита еще останется пасти коров. Вчера здесь отмечали день рождения отца Акима. Брата моего. Протаерея. Аким Лапкин. Ему 72 года. Он тоже, как я, годы не чувствую. Вот вечером уже сели ужинать. Это покажем мой ролик такой. Ну а к чему трое? Видите, утром Володя там готовит. Заквашивает тоже на дрожжевом. Лепешки печет. Лепешки. А я их не могу даже прожевать. Я их в чай кладу. А я размокаю, торгу. По частям, кусочками. Ба. Приходит. Приносят арбуз. Часть арбуза. Батюшке дала Люба. А он отрезал и нам дал. Большой арбуз. Ну сантиметров 30 в диаметре. Вот такой, прикиньте, какой он. Это потеряешь. Маленько погодят. Вот только сели и есть. Блины тащат от Надежды Васильевны. А вот кто-то стучится. Ирина Устинова торт привезла. Я говорю, а вообще с чего? Да к батюшке с день рождения. И Акима Иоанна отмечают. А у нас же называли по дате рождения. Он родился как раз. И вот и называли Яаким. Это отец Богородицы. Она Мария Иоакимовна была. Мария Иоакимовна. Как Иоанн Креститель, Иван Захарович. Сегодня назови Иван Захарович. А когда говорит Иоанн, сын Захарии. То это. Да как Иоанн, сын Захарии, Дэлс, Тихонс. Я в Латвии был. У них именно так и не идет. Ич нету этого. Вот Александр и ответил. Ну просто, если бы по скайпу, тут можно больше было сказать что-то. Вот Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Аминь.